За час до концерта к правлению дачного товарищества «Северный посёлок» в Загорянском сбежала с детворам. Ребята с восторгом катались верхом на лошадях. Так, по-домашнему, тепло и весело, здесь открылся сезон дачных вечеров. Уже не раз каталась. А в этот раз как? Нормально. Здорово? Да. Коневладелец из Загорянского Валентин Маркин. Породистых жеребцов содержит у себя на участке. В этом ему помогают волонтёры. Лошади уже 25 лет у меня живут. Да, би и хамис. Порода ахалкетинца. Ну, нравится детям, чтобы общались с животными. Кто постарше, ждали от вечеров не меньшего эмоционального подъёма, чем дети. Мы хотим веселья, хотим новых эмоций, хотим праздника осеннего. Вокально-инструментальный квартет «Загорянский экспресс» – редкое явление в дачной культуре. В «Северном» выступает в четвёртый год и всегда с успехом. Нынешний фестиваль «Северяне» посвятили 75-летию Победы. Песни Победы играю с 5 лет, а мне уже 61-й. Настроение, хороший день, светит солнце. И действительно, 75 лет Победы ещё больше осознаётся тем значимым событием нашей истории. Это атмосфера, которая только способствует тому, чтобы люди пришли сюда. На фестиваль приезжают соседи Щёлкова, Королёва и других мест. «Тёмную ночь», «Москвичи» на безымянной высоте, «Катюша», подпевали многие. Щёлкове живу, но когда позовут и сообщат, я прихожу с удовольствием. Радостно слушают песни военных лет. Музыкальный фестиваль в самом разгаре. Звучат фронтовые песни. Их знает каждый наизусть. Может быть, поэтому сюда приходят загорянцы всеми семьями, чтобы вспомнить и Великую Победу, а главное – пообщаться. Ведь ради этого и организуется праздник в северном посёлке. Дачному движению в Загорянском более 90 лет. Есть удвижение и собственный герб, где пчела – символ трудолюбия. Трудно представить Загорянку без северного посёлка. Летом сюда съезжаются до тысячи человек. Есть собственный корт. Теннис со времён Николая Озерова возведён в культ. Культура является неотъемлемой частью нашей жизни. Когда расцветает атмосфера взаимопомощи и доброты, важно, чтобы наши дети видели это. И мы хотим традиции старшего поколения передать нашим детям и молодёжи. Сегодня дачники северного посёлка собирают сведения и артефакты для нового музея «Братья в кисель загорянских» и дачной культуре. К слову, первый в Подмосковье музей тенниса северяне открыли в прошлом году. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение.